Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-аналитическая программа подробностей. 72 года сегодня исполняется со дня снятия блокады Ленинграда, унесшей жизни около полутора миллионов человек. И в гости к нам сегодня пришел председатель Рязанской областной общественной организации жителей блокадного Ленинграда Геннадий Николаевич Соколов. Здравствуйте, Геннадий Николаевич! Мероприятия торжественные проходят во всей стране, посвященные этой дате, в том числе и в нашем городе. Может быть, расскажете о подготовке к ним и о том, какие конкретные мероприятия? В этом году мы проводим акцию социальную, называется «Жить и помнить». По этой акции мы посещаем школы города, выступаем перед школьниками. Сегодня у нас, в этот день памятный, у нас было возложение цветов к нашему мемориалу, где захоронены наши ленинградцы на Скорбященском кладбище. После этого был торжественный концерт, собрание наших блокадников и потом праздничный обед для наших ходящих. Поскольку у нас с каждым годом количество жителей блокадного ленинграда уменьшается, если у нас было 12 лет назад где-то 814 человек, участников обороны Ленинграда и жителей блокадного ленинграда, на сегодня осталось 199 из них, участников обороны Ленинграда, только 29 человек. Самый молодой, участник обороны у нас Макеев Павловасильевич, вот его завтра будет 88 лет, мы его завтра пойдем поздравлять. В этот день, вот этот день для нас святой, это наравне с Днем Победы, поэтому в этот день все, кто может ходить, все собираемся. Мы практически все пришли на Скорбященское кладбище, все поклонились нашим там землякам, которые там похоронены. Одновременно сегодня же, значит, в Ряжске на мемориале, у нас как называется Малая Пискаревка, где есть массовые захоронения жителей блокадного ленинграда, там возлагали сегодня цветы, так же как на Пискаревском кладбище в Москве, ну и на других Малых Пискаревках. То есть, вот мы стараемся как-то вот тот подвиг наших воинов, которые защищали город, не дали его захватить, сдержали фашистов от нападения на Москву, частично держали. И вот у нас сегодня молодежь города Рязани проводит акцию «Блокадный хлеб» на Площадь Победы. Сегодня вот как раз в это время раздают хлеб блокадный по 125 грамм хлеба, вот, чтобы напомнить о тех днях, что были в городе. До эфира мы с вами разговаривали, и вы сами были ребенком, но некоторые воспоминания остались о тех тяжелых днях. Может, расскажете, поделитесь с нами. – Ну вот, мы собрали воспоминания, жители блокадного Ленинграда, мы выпустили уже вторую книжку под названием «Жить и помнить». Мы его сейчас раздали почти во всех библиотеках, они есть в городе, мы встречаемся, ее книжку эту даем, где описывается, кто повзрослее были, помнит все. Ну, есть такие воспоминания, что даже трудно рассказывать, когда вот он, ребенок, даже спал с умершей матерью, ничего не могли сделать, ни мать забрать никуда, ничего. То есть, ну, было страшно. Мне повезло, конечно, что, во-первых, я был, у меня еще 7 лет не было, вот, я помню только отдельные моменты. У меня в декабре умер дед у нас на квартире, он работал 36 лет на заводе, на судоремонтном. Вот, и в декабре, значит, неделю он пролежал дома и умер, ходил каждый день на работу. И парализовал, он плакал, ничего не мог сказать. Потом мы узнали, почему, потому что он уже пережил не один голод, и он под паркетом спрятал продовольствие, у нас были какие-то там запасы, у него небольшие продовольствия под паркетом, и в кухонном шкафу, который он сам сделал, было двойное дно, и там спрятал продукты, и не мог сказать. Мы его потом нашли, когда топить начали паркетом, мебелью топили, чтобы выжить. Потом все это нашли, это могло, конечно, нам выжить. Вот, и у меня мать работала сначала в госпитале, там заразил Стифом, положили ее в больницу, и у меня вот сестренку взяли в ясли, она там умерла с голод. Сестра потом у меня в апреле, было ей 9 месяцев, она родилась в день начала войны как раз. Вот, я помню только отдельные эпизоды, помню вот соседний дом разбомбленный, вскрытые вот семь этажей, вскрытые общежития, где висят кровати и так далее, громадная воронка, помню бомбоубежище там с узкой лампочки, помню труп перешагивал, по лестнице шел, помню палаты, как нас увозили, эти длинные мостки в озеро, и там ползали люди с чемоданами, плавали чемоданы, люди, там солдаты помогали. Я помню, конечно, отдельные эпизоды только, остальное по рассказам родителей. Но все, что вы сейчас рассказываете, это не прочитать ни в одном учебнике, поэтому важно передавать это детям. И, насколько я знаю, вы встречаетесь со школьниками и рассказываете им о блокаде, о своих воспоминаниях, о людях, которые героически добились того, чтобы эта блокада была снята. Вот расскажите о своем опыте общения именно со школьниками. Ну, вот мы практически обошли около 60 школ города, в некоторых школах по несколько раз выступали. Вот лучше всего дети понимают и чувствуют, когда вот выступает ветеран войны, подполковник, наш блокадник, который в 13 лет получил медаль за оборону Ленинграда. Таких школьников в Ленинграде 11 тысяч человек получили медаль за оборону Ленинграда, которые вот в таком возрасте работали. То есть вот он работал на станке, делал приклады к автоматам и так далее. Он даже просил там, некоторых привязывались к станкам, чтобы не упасть, потому что, ну, отощенные люди были. Ну, вот когда рассказывают детьми, ровесники 13 лет, которые сейчас считают себя некоторыми детьми, что перед ними в 13 лет человек получил медаль за оборону Ленинграда и участвовал в этих мероприятиях, которые тушили хлеб. Сейчас вот трудно даже представить, чтобы статистику ввели. Дети 8 лет, 10-12 лет собирали, чтобы прокормить семьи и остальных, даже собирали травы. И вот сейчас считаю, что собрали там 71 тонну, 281 килограмм дикорастущих трав. Вот считали в килограммах и в граммах эту вот траву, чтобы я вот до сих пор помню, бабушка пекла лепешки из лебеды, крапивы, там отстатки чая там на глицерине. Смазанная глицерин, это черная лепешка, вот до сих пор помню, вкус стоишь и ждешь, когда навес печет. Вот вкус до сих пор помню и запах. Съесть, конечно, уже не смогу, наверное. Но вот это главное, что, наверное, главное, что помнить, помнить, что это сделали люди, что люди отстояли город. Вот если в Ленинграде погибло, как по-разному, от 800 тысяч до миллиона, солдат, в том числе, там 18 тысяч рязанцев погибло, а немцев лежит под Ленинградом, миллион 93 тысячи посчитали немцы, похоронен немцев, там положили, и почти 90 тысяч финнов. Там же со многих стран воевали. То есть практически ленинградцы остановили войска немецкие и не дали сразу пойти на Москву. Москва успела собраться, вы знаете, что подтягивали резервы постоянно, чтобы как сдержать на Москву. И только уже когда под Семперополем там войска освободились и часть перебросили в Ленинград, опять они пытались снова, Ленинград несколько раз пытались взять. Это так взять не удалось. Вот поэтому это героизм. Вот есть там Невский пятачок, вот там ширина от воды, от Невы в сторону земли где-то 300-500 метров, и шириной до полутора километров, где на каждом метре похоронено 17 человек. Представляете, вот это держалось практически до окончания блокады. Этот пятачок держали наши войска, как плацдарм для освобождения города. То есть насколько сильна была воля? 200 тысяч погибло на этом пятачке, но не сдавались. Трупами защищались от пуль, впереди себя струпы клали и стреляли. Насколько сильна была воля и несломленный дух? Да, вот эти люди, вот их хотят победить, их никто не победит никогда. И наша задача помнить об этом. И пока у нас с вами есть уникальная возможность вживую общаться с очевидцами тех событий, наша задача сохранить в памяти и приумножить подвиг этих несломленных людей. В гостях у нас был председатель Рязанской областной общественной организации жителей блокадного Ленинграда Геннадий Николаевич Соколов. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова